Девушки отдыхают 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 Если Audi Touring Light, то Гранта – это класс С-1600. Дальше несколько провалился у нас Дмитрий Шишко, который присоединился вновь к нашему пилотону. Его не было на гонках в Казани. И вот это столкновение с нами Елисеевой. Опять Touring Light и С-1600 сходятся вместе. Хотя она вылетает за пределы трассы. Шишко медленно движется в первом повороте. Начинается настоящий завал. Здесь врезается в него и Никита Дубинин. Просто вырывает переднюю стойку на его автомобиле. Достается здесь и Азатом Калимуллин его разворачивает. Для Тимофея Буянову машины повреждены. Второй раз Сэптикар выходит у нас на трассу. Обратите внимание, насколько сухая уже траектория была в середине заезда. И Рустам Фатхудинов, руководитель и тренер команды Алга Моторспорт, здесь разочарован проблемами у своей подопечной Татьяны Елисеевой. Готкова заменовилась в боевом режиме, но вновь произошло столкновение. Сразу несколько здесь пилотов. Класса Touring Light сошлись между собой. Здесь мы видим Череван, Чачава. Чачава улетает от Твердохлебова, ставит его боком. И сразу два пилота команды Powerful врезаются в него. И Олег Кравцов из машины разбивает. Чудом кип-то отвернул, хотя было небольшое касание, мне кажется, у Дениса Карелина. В итоге могли бы суды еще раз выпустить Сэйфтикар, но решили с Китаясь пилотом доехать до конца последней пару курков, ограничиться двойными желтыми флагами. А это, посмотрите, как здесь Артем Антонов оказывается в стене. Такие неприятные повреждения в задней части его автомобиля, но чисто косметически смог он в итоге добраться до финиша. А вот Татьяна Елисеева сошла. Видим мы турнирную таблицу. Всего три балла разделяют Михаила Симонова и Николая Карабашева. Егор Санин тоже к этой группе подбирается. И мы видим, как высоко у нас, например, Денис Карелин. Это связано с тем, что вчера, воспользовавшись тем же трассой Пацехала, многие пилоты приняли решение использовать так называемый микс. То есть на переднюю ось ведущую поставить слики, на заднюю ось шины дождевые. Так и разрешено делать в классе Туринг. Именно так сделал в свое время Дмитрий Брагин. Два этапа назад на Смоленском кольце, когда выиграл, прорвался с последнего места. И многие в классе Туринглайт сделали точно так же. Но в итоге, к сожалению, 10 человек были дисконфицированы. В Туринглайте так делать нельзя. Ну а я сегодня работаю не один. Как всегда, мне помогает Михаил Коновалов. Слово Михаилу. Итак, добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на гонках РСКГ, СМП. Егор Санин. Вчера была такая очень интересная гонка. Большую часть дисквалифицировали из-за ошибки с установкой колес. Егор, сегодня, в принципе, практически с чистого листа начинаете. Вчера, тем более, у тебя не особо был удачный гоночный уикенд. И сегодня ты продолжаешь бороться, но с первой линией уже. Что, наверное, должно помочь, по идее. Так, ну, во-первых, я хочу попросить прощения у моей мамы, у которой вчера был день рождения. А мы с папой тут где-то в другом месте отсутствуем. Так что, мам, с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю. И мы скоро вернемся и нормально все вместе с семьей отпразднуем. А возвращаясь к уикенду, да, была ошибка команды, моя лично, да и не только нашей, как показала практика, то, что мы выбрали не те шины. Мы посмотрели, на самом деле, на старших товарищей из туринга, у них это разрешено. И условия как раз подходили под эти шины, вот, и нас немного аннулировали. Но сейчас, да, сегодня другой день, другая стартовая позиция, и она мне больше нравится. Да-да-да, я надеюсь. Чуть привычнее уже. Так что постараюсь как можно быстрее от всех свалить. А что сегодня разминка показала там по настройкам? Почему сегодня гораздо холоднее и такого держака нет, как это было там до вчерашнего дождя, грубо говоря. Не, в целом все хорошо, рулежка отличная, но тяжело. Гандикап после Казани, тонна 140. Тут еще и достаточно большие перепады высот, измедленных поворотов, так, напрямой тяжеловато. И вчерашняя гонка показала, что обгонять сложно. Но здесь есть связки поворотов, где мы быстры, где мы можем бороться. Ну что ж, пожелаем успеха. Это был Егор Санин. Коллеги. Спасибо большое, Егор. Спасибо большое, Михаил. Да, действительно, сразу несколько команд поставили этот вот микс, слики на передние колеса и дождевые на задние. И это были, в основном, команды, которые так или иначе связаны с турингом, да, со старшим классом. И на стейджи-тим Павел Кальманович вступает в старшую категорию. Ну и Дмитрий Барагин, у которого есть своя команда, Барагин Рейсинг Тим. Вчера дубль был до дисквалификации у Андрея Петухова и Михаила Симонова. Также он тренирует пилотов команды Фаст Матерспорт. Они тоже сделали такой же выбор. Ну и в Академии Ралли. У них раньше был опыт выступления в туринге с Антоном Бадоевым. В итоге также они поставили такую разношенницу, если вы мне не позволите, это эфемизм. И в итоге все были дисквалифицированы. В итоге Илья Сидоров, который был третий, он стартовал полностью на сликах и переместился на две позиции вверх. Ну и также Артемий Мельников стал вторым. И третьим стал Денис Карелин по итогам дисквалификации. Ну а я возвращаю слово Михаилу Коновалову. Со мной Алексей Савин, представитель Белоруссии. Единственный представитель Белоруссии в нашем перитоне. Алексей, вчера была сумасшедшая гонка с сумасшедшими решениями после гонки. Я говорю, что ваш викинг, похоже, начинается сегодня. Вот сейчас только что разговаривали с Егором. На твой взгляд, как? Так и есть. И два сэфетикара вчера тоже очень мешали борьбе. Поэтому особо покататься не получилось. Но будем надеяться, что сегодня гонка будет чище. Не будет таких столкновений, чтобы люди оставались. Их надо было эвакуировать. Будем стараться показать красивую борьбу, красивую гонку. Все для зрителей. Настрой боевой, я так понимаю. Но здесь опять же реверсивная решетка. Быстрые ребята стартуют сзади, которые будут пытаться прорваться. И порой они делают это жестковато. Это тоже дает шансы сразу отъехать, пока они будут догонять, обгонять кого-то. За это время мы можем уехать и также попасть в тройку призовую. Будем стараться делать все, что возможно. Ну что, друзья, давайте надеяться на красивую гонку, хорошую, с чистой борьбой. Как это вчера показали некоторые классы, когда люди ехали целый круг параллельно, не касаясь друг друга. И была очень красивая борьба. Коллеги. Спасибо большое Алексею и Михаилу. Отмечу, я вернусь к словам Егора Санина. Действительно, здесь очень тяжелые машины у пилотов, которые выступают на полуторалитровых машинах. Напомню, если вы вдруг недавно смотрите наш чемпионат, у нас в классе Touring Light есть несколько типов двигателей. Это атмосферные машины 1.6, как, например, Hyundai Solaris, Алексей Савина. Это машина с двигателем 1.4 Turbo, как, например, Audi A1 прошлого поколения или вот справа мы видим машину Ивана Твердахлебова и Volkswagen Polo. Есть полуторалитровые автомобили. Это Skoda и Fabia, команды Braggen Racing Team и новенькие. А один как раз как у Егора Санина и Слава Новикова. И также у нас дебютирует здесь под капотом одного из автомобилей Nostage. О, извините меня, у Дмитрия Дудрева в его команде двигатель 1.6 Turbo, а как раз в Nostage AG Team в Киеве поставили двигатель Volkswagen 1.4 Turbo. Так вот, полуторалитровые машины доминировали в Казани, получили очень большой бандикап. И здесь основной в эти горки крутые Егора Драйв просто машины не заезжали. Чтобы вы понимали, вес машины Александр Сальник и Алексей Савин атмосферных Hyundai Solaris тонна 10 килограммов, в то время как вес автомобиля А1 Егора Санина тонну 140. То есть буквально еще трех девушек с собой Егора везет в виде балласта. Естественно, это очень сильно мешает прежде всего на выходе из последнего поборота. И когда начинается подъем вверх, было прямо видно, насколько соперники там от Егора уезжали. И Sleep Street помогало у максимума держаться за соперниками. Поэтому, конечно, Егору тяжело, но он очень опытный пилот, стартует с пола. В квалификации он сознательно целился на десятое время, показал не очень хороший результат. Но зато реверсивный пол. Да, он отдал очки за квалификацию. Напомню, что это 10, 8, 6, 4, 2 очка для первой пятерки. Да, он не так, может быть, много заработал баллов, но вообще ничего тут не заработало за квалификацией. Но меньше бы заработал в первой гонке, где повышены у нас очки. Но вторая гонка, реверсивная стартовая решетка. Она более короткая, всего лишь 10 кругов, а не 12, как вчера. И в итоге все равно, как бы, есть шанс на победу на 25 баллов. У нас уже начинается прогрессивный фильм. Самое время пробежаться по стартовой решетке. Первый ряд Егор Санин, Audi A1 команды на стейдж AGT. И Иван Твердохлебов, выступающий за Академию ралли на Volkswagen и Polo. Далее Алексей Санин, белорусский пилот, выступает на Hyundai Salernis, как я уже сказал, хэтчбэк. И рядом с ним Артем Фритмун, местный петербургский герой на Audi с мотором 1.4 Turbo. А один командный фаст-матерспорт, также петербургский коллектив. Далее Илья Ситров, триумфатор вчерашней гонки. Первую победу он одержал после дисквалификации пилотов команды Дмитрия Брагина. Он выступает на стейдж AGT на атмосферные также автомобили. Михаил Симонов, лидер чемпионата пилот как раз брагинской команды, верный оруженосец и ученик Дмитрия Брагина. Он выступает на FAPI с полуторолитровым мотором, шестое место. Седьмой Николай Карамошев, действующий чемпион класса Touring Light. У него Audi 1 с мотором 1.4. Далее должен был быть стоять Стас Нобиков на Audi 1, такой же, как у Санина. Но на тренировке он не увидел красного флага, получил штраф, плюс 5 позиций. В итоге он попадает из первой десятки. Поэтому рядом с Карамошевым у нас Дмитрий Дубров, нижегородский гонщик на Kia с турбированным мотором. Новинка этого уикенда. Далее Андрей Петухов, который вчера выиграл, но был дисквалифицирован. Пилот, тренер. Также выступает он за Брагин рейсинг-тим на Шкоде Фабии. Далее должен был стоять Никита Галишев. Но он как раз-таки также получил штраф напарника Фрингона по фас моторспорт. Поэтому вверх поднимается сразу на две позиции Владимир Черевань. Далее, соответственно, у нас как раз-таки теперь стоит Стас Новиков. За ним Артемий Мельников, который вчера в итоге провел очень хорошую гонку, прорывался. Заехал в первую десятку. Пожалуй, лучшая гонка в карьере Глота Бикинг про Рейхсик Ци, наступающего в атмосферном фольксвагене. Но после всех дисквалификаций он вообще стал вторым. Он получил первый кубок в своей карьере в классе Турглайф в СП РСГГ. Далее Александр Чачава. Здесь Карелин. Вчера он в итоге стал третий после всех дисквалификаций. Никита Галешев, который получил, как я говорю, пять позиций. Олег Коровцов. Это был очень сильный уикенд в Казани. Здесь совсем все-таки не получается, не от скорости. И еще и авария вчера была так вот. Он получил хорошие очки, потому что смог, прохотелись 5% дистанции. А многие были дисквалифицированы. Но, конечно, Олег рассчитывал на совсем другой результат. Учитывал, что напарник в команде Денис Карелин здесь пал в итоге на позе. Александр Сальников у нас 17-й. И 18-й у Литри Шишко на Peugeot 208, который к пилотону присоединился. У нас вновь, он пропускал этапы в Казани. Мы видели его в Сочи. И вновь видим его здесь, на его родной трассе Город Райф. На этом у нас кончается пилотон класса Touring Flight. Начинается в С-1600. Татьяна Елисеева на поле. Мастер спорта густерного класса. Он был невероятным опытом в самых разных гоночных дисциплинах. Пилотесса команда Alga Motorsport. Рядом с ней ее напарница... Юга, господи. Рядом с ней ее напарник в команде Никита Дубинин. Далее Михаил Дралин. Пензенский гонщик, который в этом году нас радует отличной скоростью. Но вчера, к сожалению, был контакт у него с пилотом из другой категории. Илья Родькин, который вчера у нас выиграл. Он только одну гонку проводит именно здесь, на Егоре Драйф. В Умус Рейсинг он представляет. Керри Уэкслайн. На четвертом ряду Кирилл Зиновьев. Местный пилот команды Alga Motorsport. И Данил Хорошун. Напарник Родькина по Умус Рейсинг. Далее у нас Артем Антонов и Владимир Лобачев. Василий Кораблев и Азат Калимуллин. И Роман Щербаков замыкает у нас пилотон. Мы видим, что занимают свои позиции пилоты класса S1600 в задних рядах. Мы видим там двойные желтые флаги. Их убирают. Как раз было связано просто со стартовой процедурой. Я уже испугался, что что-то не так у нас пошло еще до старта этого заезда. Может быть, кто-то там заглох. Или возникли какие-то технические проблемы у одного из пилотов. Но нет, сейчас совершенно спокойно все занимают свои позиции. Видим мы, что очаровательная наша девушка Маршал уже с зеленым флагом стоит наготове. Готова им взмахнуть. Это будет означать, что до старта гонки остается всего лишь 10 секунд. 5 последних секунд у нас будут отчитывать красные сигналы светофора. Когда они погаснут, гонка начнется. Причем гаснут они, скажем так, в разные моменты. Поэтому нужно реагировать именно на них. А они пытаются предугадать. Ну что ж, ждем. 2 секунды до старта. Мы начинаем вторую гонку в классах. Туринг Лайт С 1000. Что здесь, на Егоре. Драйв четвертый, там же драйв от МПРСКГ Туринг. Здорово, Егор Санин реализовал свой пол. Иван Фрадоклевов второй. А вот Савина сейчас могут съесть. Сразу двое соперников. Тут в Радюсе контакт. Ставит белоруса поперек трассы. Выносит широко и теряет он почти все позиции. Какая досада. И также одна из машин Брагин Рейсинг Тим за пределами трассы. Мне кажется, что это Михаил Симонов. Лидер чемпионата. Много позиций потеряно. Тверда хлебов. Санин начинает подтягиваться. А там сзади борьба Андрея Петухова и Стаса Новикова. Стас сказал, что очень неудачный уикенд. Тяжело проходит на родной трассе. Возможно, слишком много гостей. Слишком много друзей, которым нужно уделять внимание. Сказал он, что в следующем сезоне все останутся дома. Будет он здесь в одиночку. Как и на других трассах, чтобы не отвлекали, чтобы не терять концентрацию. За пределами трассы там одна из машин команды Алгай. Татьяна Елисеева, если нет, Татьяна Елисеева впереди. Это кто-то из ее напарников по команде. Артем Волков это был. Сегодня, когда у нас трасса сухая, особые проблемы не создают. Скажем так, пилоты из задних рядов класса Туринглайт лидером категории С-1600. Мы видим, что проблемы у Чачавы. Его Кия теряет хон, опускает вперед всех своих соперников категории Туринглайт. И также весь пилотон категории С-1600. Но вообще, к сожалению, этот Кентавр, который построили в команде Румус Рейсинг, Кия, шасси Кия и двигатель Фольксуэнт пока демонстрируют множество технических проблем. Они чаще всего связаны с опорами двигателя. Но есть также и другие моменты, пока не дается поженить шасси и двигатель. Денис Карелин против Артемия Мельникова напрямую есть преимущество скорости у новых Volkswagen с турбированными моторами. Это связано только с самим турбовым мотором, но и также с формой кузова. Крехобъемный кузов имеет меньшее лобовое сопротивление, позволяя демонстрировать более высокую максимальную скорость. Скажем так, быстрее достигать, по крайней мере, упираться в оберненчик. Санин создал себе небольшой задел в пару корпусов так, там за пределами трассы был Карелин. Немножечко мазанул и пустью взберег Никиту Галищину. Никита говорит, что не получается пока реализовать свой потенциал и машину. Связано с тем, что до сих пор не пришла секретальная коробка передач в команду FAS Motorsport. А с поисковой коробкой неправильно работает блокировка. Скажем, в длинном третьем повороте вокруг музея автомобильного здесь на Егоре Drive, трижды пробуксовка. А здесь блокировку Твердохлебова. Юрета позднее торможение, он пытается здесь наседать на Санину. Явно совершенно то, о чем я говорил, на прямой, на подъеме из последнего поворота. Тяжелая Audi 1 не очень хороший темп демонстрирует. Плюс высокая максимальная скорость седана. Твердохлебов попытался прямо сразу, насколько здесь справиться с Егором, но в итоге не получилось. Заблокировал колесо и пускает вперед Николая Карамышева. Действующий чемпион этого класса и главный преследователь Симонова сейчас в чемпионате, выходит на второе место. Фринбан держится, там четвертый, Твердохлебов пятый. Отметим, что Стас Новиков очень здорово прорвался. Масса позиций отыгран, его машинка полегче. Вчера Стас страдал на задних пшинах дождевых. Был сумасшедший оверстир, то есть избыточный поворачивание. Заднюю спустя выходило скольжение. Приходилось ловить машину, если как раз он оказывался за пределами дорожного полотна. Благо здесь у нас большие асфальтированные зоны вылетов, как на многих трассах современных Формулы-1. Поэтому вернуться назад проще, чем, скажем, в Смоленске или в Казани, где или стена, или гравит. Карлин атакует Фридна и проходит. У Карлин есть и секретальная коробка, и блокировка. Поэтому именно в поворотах он может агрессивно вставать на газ. А здесь агрессивно очень уходит наружу. Блокирует территорию Никиты Галишева, Денис, и подставляет таким образом Никиту под атаки Александра Сальнина. Александр, который в этом году наконец-то пересел на седан Хёнго и Солярис. Очень долго он планировал построить, что машин, наконец-то, получит. Стас Новиков оставляет позади Ударева и уже наседает на Сидорова. Своей седьмой позиции. Там дальше и Симонов. Быстрый и опасный конкурент. Трое вариантов здесь на подходе к тринадцатому повороту. Тимофей Буянов, Михаил Дралин и Артем Антонов. У Артема Антонова сегодня на тренировке срезала шпильки. Собственно, из-за чего и был красный флаг, под который попали Никита и Стас. Но в Гонке пока все хорошо. Артему верно лидирует. Но у него на хвосте два соперника. И плюс там же рядом Хорошун и Дубинин, Синовьев, быстрый и плантливый ребят. Вот мы как раз видели на заднем плане машину Никита Дубинина, местного петербуржского гонщика. Но отметил, что у победителя вчерашней гонки Льи Рончкина здесь также есть опыт хвощи-сирых выступлений на Егоры Драйв. Но в ралли-кроссе, потому что в Егоре Драйв у нас не только концевая трасса Кротенкова, но еще есть и ралли-кроссы, и кроссовая трасса различной трассы для мото-эндуро, мото-кросса. Настоящий конечный комплекс. Что ж, атака Михаила Драйв на пенсинского пилота. Драйв на пока нет побед, были против, были очень сильные выступления в Сочи. Была отличная скорость. Драйв в прошлом году одержал, впервые поднялся на подзыв на трассе Нижегородское кольцо, где он много выступает и тренируется в Нижегородском чемпионате НЛС. Ух ты, посмотрите, дымок здесь вырывается из машины Симонова-младшего. Здесь есть его папа Максим, который выступал в Суперпродакшене, был очень успешен в середине нулевых, но завершил гейм в 2017 году, чтобы сконцентрироваться тогда на Кротенковых годках своего сына. И в итоге Миша вырос в одного из сильнейших трассных поколений. Много выигрывал у нас и в классах С-1600, и в турнигладе. Ну, скорее, такие периодические были у него появления. А его полный сон в С-1600, когда они с Санином были на парке у Табрагин Рейсинг Тип. Ну, и ждать было от них больше, чтобы ждали, что ребята будут бороться за титул, а у них их не получилось. В коре с Балаги могли ее реализоваться. Зато в Ралли-Кройсе у всего его потрясающая карьера. Но опять масса вторых мест, он, если не ошибаюсь, 4-х или 5-кратный сребряный призер чемпионата России. Каждый раз титул буквально в последний момент ускользал из его рук. Никак не может Миша разгадать секрет чемпионата в Ралли-Кроссе. Но здесь Тимофей Буянов против Драэн. Они регулярно сражаются друг против друга в чемпионате Нижегородской области в серии НЛС. Но для Тимофея вообще Нижегородский играет все родное. Он сам из Нижнего. Ну, а для пензенского пилота это просто самый близкий к нему трассе. Также я в начале сезон ожидал, что Тимофей будет у нас сражаться на очень высоких позициях. Но вот как-то пока за пределами Нижнего Новгорода не хватает его на карьер. Явные проблемы там у Ивана Твердохлебова. Он проваливается в глубину пилотона. Он перепустил сразу несколько соперников вперед. Это и Тудорева, и Симонова. И кажется мне, что там даже Чайвань сейчас перебит. Да, дядь Вова сейчас смог сразу несколько позиций отыграть. И открывается, мне кажется, в первую десятку. Лучший уровень кругу нас показывает лидер. Это Питур Мок. За ним Карамошу санем только третий. Да, близко, но чудо не произошло. Даже такой мега-талант, как Егор Санин, не может на столь тяжелой машине удержать позади быстрых пилотов. Более легких пилотов с мотором 1.5 и 1.4. Что меня радует во время гонок здесь на Егоре, так это равенство возможностей. В Казани прямо доминировали полуторитровые машины. Казалось, что это некое супероружие. Но здесь у нас быстрые и атмосферные машины, и машины с мотором 1.4. И также машина внутри от Дударя в основном 1.6 пока в том, что самобоз не превратился. Мы видим, что Петухов отрывается. Только я сказал, да, по квадрату литра, что это не самобоз. И Петухов выходит в литр, прорвавшись из глубины первой десятки. Напомню, что стартовать он должен был десятый, но после штрафа Стаса Новикова на одну позицию вверх поднялся. Вот так вот с девятое место на первое. Но отметим, что дело здесь не только в машине, а в самом Андрею Петухову. Это петербургский гонщик, который был колоссальный опыт, ледовый гонок, колоссальный опыт выступлений в ралли, в ралли-крофе. Очень здорово работает на скользких покрытиях, так что он колоссальный опыт именно на стройках. Здесь нас переключают на борьбу в классе С-1600. Сражение у нас идет Илья Рочкина с целой ордой команды Алга Моторспорт. Очень много пилотов представляют именно команду Рустама Федхутинова. Буквально больше половины пилоток. Ну, скажем, в Казани действительно это было больше половины, здесь все-таки чуть меньше. Но благодаря Рустаму Салавадовичу действительно этот класс у нас продолжает развиваться. Мы видим со всех сторон буквально зеленые машинки окружили Рочкина, но его контакты не напугают. Это опытный ралли-кроссовый боец. И тем более, что с многими из этих ребят он регулярно сражается на ралли-кроссовых трассах в нашей стране. И здесь на Игоре, и в Грозном, и на легендарной трассе Атрон в Рязанской области. Перекрещен здесь территорию Ронска. Мы пробуем на выставке, что это спикатно сделать. В то время как это выглядит хорошо. Ну, напарник по команде сражается там за лидерство. Мы видим, что вся первая четвертая у нас в Дульсику. Вот вернусь к Петухову, лидеру нашего зачета Турик Лайф. У Андрея еще очень большое выступление в составе «Лады Спорт Роснефть». Команда пошла с самыми сильными инженерными кадрами в нашей стране. Он выступал и побеждал в классе «Супер Продакшн» и «Веститул» за «Лады Спорт Роснефть». Он был в третьем классе «С-1600». И есть у него победа в прошлом сезоне за рулем «Гранты» класса «Туринг Лайт» на «Сморецком кольце». И он всегда говорил, что в «Ладе» умеют настроить машину идеально именно по шасси. Даже в те времена, когда в «1600» очень сильно зажимали «АвтоВАЗ», «Лады Спорт». И не хватало скорости максимальной на прямых пилотам на таллинцевских хэтчбеках. Свою они брали в поворотах. То есть «Дележку» настраивали абсолютно идеально. И, естественно, этот огромный опыт, который получил в составе заводской команды «Аддэ», помогает его настраивать и «Шкоду Фаби», плюс опытный, хотя и очень молодой «Сигнов», плюс это «Брагин Рейсинг Тип», то есть «Брагин» помогает ребятам также в настройке машины и ведет и некоторых из них к своих подопечных. По рации во время года выступать споттером, это все позволяет «Патухов» на этой трассе быть столь быстро. «Патухов» — местный герой, у него здесь есть своя гоночная академия, «Жоркс» и много разных машин, и «ГТ-4», и «Ралли-кроссовые», и «Кельцевые». И он здесь много работает на этой трассе, поэтому безусловно знает ее подуть. Он вчера мне говорил, что я не знаю, как она мокнет, как она сохнет, потому что я прекрасно понимаю, как нужно настроить машину под те или иные условия. Проблема у Дударева вторую гонку подряд. Если вчера был вылет, то сегодня, судя по всему, проколы, потому что, мы видим, вкусно меняют колеса здесь на его автомобиле, на ведущей оси. Стас Новиков уже четвертый. Хороший прорыв оставил позади и Симонова, и Сидорова, и Фридмана. О, Елисеева за пределами трассы. Причем, я думаю, что это вполне может быть сейфти-кар. Далеко она уехала, застряла. Явно здесь придется, может быть, использовать трактор. И Рустав от Худина, звукойтель команды «Алгама Тарспорт», пилот класса «Туринг». И также чемпион категории «С» 1600. Прошлого года. Здесь, в общем, ходят всеми своими ребятами. Возвращается в гонку Дмитрий Дударев. В прошлом году он долго боролся за свою первую победу, потому что я держал ее в грозном. Но именно здесь, в Дейгоре Драйв, был максимально какой-то близок. Атмосферная машина, короткая федерация гора подходила очень хорошо. Здесь у нас впервые длинная версия, дополнительный километр, очень быстрые повороты, 7 очень быстрых, очень сложных виражей, начали подъем, которые за тех спустя. Видимо, что ничего еще к борьбе за лидерство не решено. Туховый корабль что-то уехали от Санина, но машина у Андрея тоже достаточно тяжелая. И здесь его пилот. Мы видели, что в третьем повороте вылетела Елисея. Причем, как всего, там было контакт, потому что она стоит на внешнем радиусе, где просто не может оказаться при прочих равных машинах. В четвертом проблему Карамышев залезть. У него не самая легкая машина с пилотони, но тонну 85. Это заметно легче, чем у его конкурентов на машинах с моторами 1,5. Если говорить про Андрея Петухова, то на 25 килограммов, что достаточно солидно. Мы думаем, что Петухов приходит даже в Сенфен за пределы транса. Интересно посмотреть, вот там Дударева мы не должны брать в расчетах, кругу позади своих конкурентов. Я видел, что пускает вперед у Семенова без каких-либо проблем. Интересно посмотреть, сможет ли Станислав Новиков догнать здесь напарника по команде, будут ли его атаковать. Сам Стас был расстроен своим темпом отказаний, тем, что не смог удержать позади прорывавшихся из хвоста пилотонца Санина и Семенова. Даже в итоге заплодилный подиум оказался. Интересно, safety car? Конечно, safety car бы... Да, safety car. Ну что ж, обе гонки категории Touring Light S-1000 у нас не обошлись без появления машины безопасности на трассе, что, впрочем, вполне логично. Именно в классе S-1000 у нас традиционно было много контактов, много аварий. Класс этот называли эмоциональным в свое время. Напомню, что раньше он назывался эмоциональным. И вот пускались целых автомобили, собранные на территорию нашей страны, поэтому в основу составляли корейские хэтчбеки Kia Rio и Xobi Solaris, которые, кстати, собираются здесь. Собирались на заводе под Санкт-Петербургом. Мы видим повтор старта. Поначалу здесь все хорошо было. У Ивана Твердохлебова он реализовал свое второе место, пристроился здесь за Санниным и даже его прессинговал. А вот тут разворот был. И, мне кажется, пилоты на стейдже Эйджи Тим. Сюда Асновиков и Илья Сидоров и в Кангинске приехали в Алексея Сабина. Как здесь зажимали Сименова. Его просто и в коробочку не взяли здесь пилоты. Мне кажется, были Сидоров и Артём Фридман. Да, Сидоров, если ударил, судя по всему, Алексея Савина. Беларусь игроком за пределами трассы. А Михала Симонова выдавили в широкие радиусы. Мы видим, что объезжая Савина, просто чуть далеко выезжает Миша, потому что катился задним ходом Solaris. И в итоге оказался далеко за пределами трассы. Впрочем, опять-таки смешанное покрытие – это традиционно хорошо известная конфигурация для Симонова. Карелин оказался у нас за пределами трассы. Причем это было на спуске на третьем секторе. Как раз в момент, когда он пускал вперед Никиту Галишева. Это была борьба с опариком по команде Олегом Кравцовым. Вот в момент, когда Твердохлебов вроде бы догнал Санину, атаковал поздно, заблокировал колесо. На самом деле, я думаю, что вот с этим может быть связано падение темпа у Ивана. И поэтому он, возможно, потерял позиции. Мы видим, как здесь начинают уже совсем скоро атаковать соперника. Сначала Карамыч, затем немножко ваги здесь расширяется. И внутрь теряет сразу несколько соперников. Сидоров и Санин. А это борьба за лидерство. Ух, Артем Антонов, Тимофей Буянов, Михаил Дралин. Здесь выходил в третий ряд Тимофей и поддел Михаила. Красивый кадр из нашего коптера. Последний поворот трассы 20-й. Очень важно. Именно от него зависит скорость в конце прямой. Но, опять-таки, не только от выхода из поворота, но и от подгора передаточных чисел коробки передач. От, в принципе, артинамик автомобиля, максимальной скорости и, конечно, отвеса. Потому что вот эту очень крутую горку, более 20 метров здесь перепад высоты, в нее нужно забраться и сдаться проще на легкую машину. Отмечу, что у нас здесь традиционно настоящий фестиваль скорости и небольшое тюнинг-шоу. И прямо на главной трибуне стоят симуляторы SMP Racing и Sports. Можно попробовать себя настоящим пилотом. Промчаться по трассе за рулем Лады Весты, классу Туринг, Лады Гранда, класса S1600. Или же, например, на спорт-прототипах G-Drive G-01 или BR-03 от BR Engineering российской компании, которая под экидой SMP Racing создала уже третий прототип. До этого были на поле Бер-01, класса ЛМП-2 и BR-1 старшей категории ЛМП-1. И обе эти машины приезжали на потен. Были третьи места у наших пилотов и в классе ЛМП-2, и в топовом классе. То есть это означает, что третье место в Абсолюте в Лимане. Впереди оказались только две заводские Тойота, которые были просто в другой лиге, которых было, на самом деле, на 400 сил больше. Так что никакой конкуренции реально речи не шло. Но, пожалуй, сейчас это самое большое достижение российского автоскорта именно в гонках на выносливость. Думаю я, что сейчас специально замедляется у нас Петр Левин, водитель нашего сейфти-кара. Возвлём этого Porsche 2011 Турба начала 2000-х годов. Чтобы мы смогли выкурить машинцы Ересееву, ставить погасил огонь. И уже следующая группа у нас прошёл в боевом режиме. Чтобы не так много времени потеряли за машинной безопасности у нас пилоты. Но, опять-таки, в прошлой гонке вчера у нас было сразу два выезда. Ой, посмотрите, Ересееву вернули на трассу. Но это была посторонняя помощь. Мне очень интересно, неужели ей разрешат продолжить заезд, несмотря на постороннюю помощь? Или просто она заедет в бокс и будет считаться сошедшей с дистанции? Петухов у нас шины остудил. Я, кстати, спросил у ребят, насколько за сейфти-каром шины остывают. В 1600 мне сказали, ребята, что нет, не остывают. Но это полуслиг. Что, оказывается, шины типа слиг, то они более чувствительные к изменим температур. Как я и предполагал, сейфти-кар у нас отправляется в боксы. И гонка возобновляется в боевом режиме. Это плохая новость для Егора Сайна. Потому что посмотрите, как там близко у него на хвосте. Лёгенькие, более лёгкие Audi A1 его напарника по команде. Станислава Новикова и лидера, Шкода Фаби, лидера сезона Симонова-младшего. Атака уже в первом побороте. Здесь бокоп от 2 аути. Широковато выносит, как мне кажется, Егора. Выходит вперёд Стас. И по внешнему сейчас Миша будет пробовать пройти своего соперника. Егор Асанилов тоже огромный опыт в ралли-кроссе. Он, как правило, выступал в другой категории относительно Миши. И титулы там брал. И вообще в европейском ралли-кроссе он тоже выступал. Много побед и подиумов есть у него там. Егор Санин один самый талантливый из пилотового поколения. Но на такой тяжёлой машине даже он ничего не может сделать соперником. Тут же Дударев напомнит, что он у нас в круге позади. Причём выступает ещё всю пилотонную, как мне кажется, классность 1600. Галешев оставил позади Карелина и Мельникова. Посмотрите, как отъехать всего за первый сектор от Никита Олега Равцова. И Чачава здесь у нас также. Его машина движения продолжила. К счастью, те проблемы, что возникли у него в начале гонки, победить удалось. И он даже больше восстановил контакт с машинами в категории Турклайф. Посредственно за ними находится. Сразу здесь уезжает Стас Новиков от Егора Санина. А вот Миша Симонов пока пройти соперника не может. И это связано с тем, что у Симонову тоже тяжёлый автомобиль. Будучи лидером сезона, да, он не так, может быть, здорово выступил, как Егор в Казани. Но тем не атакует его. И проходит ещё до 13-го года, до горки. Отвечу, что если Егор Санин приснился к пилотону только в Казани. Ходр атака Санина. Простите, потом я закончу свою мысль. Внутри здесь на спуске Егор. Очень смелый манёвр. И борьба за лидерство на выходе из предпоследнего, из 19-го. Вперёд выходит у нас Николай Карамышев. Оставляет позади Андрея Петухова. Вот так вот здесь на Егоре машины с моторами 1.4 турбо хороши. Но не будем сбрасывать за счетов Стаса Норикова. У него Audi 1 нового поколения. И у него машина лёгенькая на фоне большинства соперников вокруг. Сейчас, когда борются между собой Петухов и Карамышев, очевидно, что при первом повороте они будут заходить не по оптимальной траектории. Там, вероятно, весь первый сектор могут пройти бок о бок. А Стас сзади по идеальной траектории может не прям хорошо подъехать. Была контратака у Андрея, но не удалось Карамышеву пройти. Сейчас будет пробовать, может, перекрестить здесь. А Симонов атакует вовсю здесь у нас Егора. И Артём Фридман здесь же очень близко. Плюс Тверда Хребов возвращается, там Сидоров сражается. Да, как я говорил, всё ближе и ближе там Стас Новиков к этой паре лидеров. Может быть, вот в этом секторе чуть-чуть лучше Андрей себя чувствует. Всё-таки у него колоссальный накат по икоре. Именно вот по этой её конфигурации. Напомню, что трассы длиной 4 и 5 кросса включается только наличие дополнительного сектора длиной километра на горке. А вот на этих-то всех поворотах у Андрея за последние годы, например, трасс открыл в 2020 году, накат колоссальный. Новиков подъезжает. Вот, опять-таки, за ними Дударев, но он круговой. Но машина лёгкая и пустая. Возможно, он их сможет пройти и уехать. Что касается класса С-3600, Артём Антонов лидировал, потому что его уже прошёл до них Ларашун. Рядом Тимофей Буянов, рядом Михаил Дральн. А нет, Роткин несколько отъезжает. Но Роткин смог наконец-то расправиться с пилотами команды Алгама Тарспорт. И я думаю, что сейчас к этой группе подъедет. Мы видим, что уже, собственно, ему додрали не столько, чтобы додрали на первой тройке. Широко здесь Артём Антонов. И будет ли его Буэнов атаковать? Данил Харашут вчера всю гонку бороться с Артёмом Антоновым. Входит до контакта на прямой стартфиниш. И в итоге всё это было лишь для того, чтобы сзади подъехал Роткин. Их борьбой восползился. Ой-ой-ой, здесь Карен, там машина припаркована между 12 и 13 поворотами. И явно есть там повреждения на его автомобиле. Никак не даётся здесь. Ух ты, Азат Калимуллин там за пределами трассы. Здесь на горке прямой ушла его машина. Видели мы, что пытался он всё быстро выехать и завязать в Гравии. Интересно, будет ли... Ну, нет, не будет сэфтикара. Нам остаётся круг с небольшим до финиша. Буквально несколько ещё шансов на атаку для Петрукова. Когда подъезжает к этой группе Стас Новиков, он недостаточно быстро. 10 позиций отыграны у Стаса. В любом случае, это одна из лучших гонок в его карьере на родной трассе. А вот Петруков будет атаковать. Видно, что у Карамашова абсолютно оборонительная траектория. Закрывает внутренний радиус. Попробует здесь перекрестить. Но нет, Николай попадает на пикс. И даже, посмотрите, сможешь удержать некоторые преимущества Петрукова. Наверное, Стас к ним подъедет. Была бы гонка у нас субботняя. Субботняя, да, с двумя дополнительными кругами. Стас будет прошёл. Здесь не знаю. Хотя совсем мало корпуса остался Новикову до этой пары. Два петербуржца против Курянина. Ну, кто знает, может быть, удастся Стасу Новикову хотя бы Андрею Винхову пройти. Всё-таки у Андрея тоже довольно тяжёлая машина. Если быть точным. У 1110 весит машина Петрукова, а у Стаса Новикова 165. Да, разница очень большая. У Стаса Новикова на самом деле лёгкая машина, поэтому машина сына ещё в поколении. Поэтому неудивительно, что демонстрируют там такой потрясающий прорыв. Буянов пытался здесь раскачать перед четвёртым смоленского пилота Артёма Антонова. Не получилось. Но Андрея контакт с этой группой потерял. И вот прессуют во всю Илья Роткин. Хорошо он отъезжает. И думаю я, что если сейчас не ошибётся, Даниил то одержит победу. Потому что Артём Антонов гораздо больше сейчас занят обороной от Тимофея Буякова. В борьбе за лидерство ещё ничего не окончили. Стас Новиков как-то несколько отстал на втором секторе. Мы видим, что зазор стал больше. А вот Петухов будет контратаковать. Длинная конфигурация Core Drive позволяет лучше выйти из поспеха ворота. Воспользоваться с липстривом. Выскочить из него. И очень плотно финишировать. Вчера у нас в трёх гонках соперников разделило две тысячные секунды. Это было и в Историк Капе, и в Спорт Протекциэн, и в... ...заездных кузовных автомобилей. Но нет, отпустил здесь Петухов Карамош. И думаю я, что уже ничего не поможет петербургскому гонщику. Да, если бы вчера была победа, если бы второе место, это мега выступление. Но вчера была дисконфикация. А сегодня будет только подиум. Ну а Николай Карамошев одерживает свою очередную победу на трассе Город Райв. И в чемпионате России в классе Турик Лайв. Попул очень близок, но гонка на этом завершилась. Третий Стас Новиков. Браво. Великолепная гонка для Станислава. Сибонов четвёртый. Саник пятый. Слишком тяжёлая машина. Ничего у Леновских гонщиков сделать не смог. Врыв на шестой. Несмотря на все проблемы с работой блокировки. Сидоров седьмой. Далее Твердахлебов. Крафт Хофф. Черевать пару позиций он потерял. Галешев одиннадцатый. Доехал до своей позиции, на которой он должен был стартовать. Пять позиций отыграл. Но, наверное, он наделся на большее. Мельников двенадцатый. Также позиции отыграны. Далее Саник и Шишко. Шишко есть сегодня финиш. Это ещё отличный результат. Две гонки, два финиша. Ну и ждём мы Даниила Хорошина. Он выиграет в классе С-1600. Артём Адуков второй. Ещё дополнительный балл забирает за лучшее время круга. Очень счастлив здесь Даниил. Следующий Тимофей Буянов. Михаил Дралин в шаге от позиума. Роткин после победы только пятый сегодня. Быстро прорваться не удалось. Далее Кирилл Зиновьев и Артём Адуков. Какая тут борьба. Посмотрите, у Василия Кораблёва и Никита Дубинина. И Дубинин оказывается впереди. Может быть, у Никита был контакт с Елисейом. Как-то он отстал. Но вчера он был явно повыше. Кирилл Зиновьев. Кирилл Зиновьев. Кирилл Зиновьев. Кирилл Зиновьев. Кирилл Зиновьев. Интересная получилась эта гонка. Не обошлось без сейфти-кара. Николай Карамышев продолжает очень сильное выступление в классе Touring Light. Стас Новиков, наверное, один из главных героев этой гонки. Ему удалось 10 позиций отыграть. Несмотря на эти 5 штрафных позиций за игнорение красного флага, прорыв получился хороший. Конечно, кто знает, если бы не эти 5 штрафных позиций, я думаю, что Стас эту гонку мог бы выиграть. Петухова тяжелая машина не помешала также совершить невероятный проехать вторым. Но выиграл Николай Карамышев. Также много позиций отыгранного действующего чемпиона. Но не будем забывать о том, что у него машина с мотором 1.4. Так, у нас за пределами трассы, посмотрите, 210 номер. Это Владимир Лобачев, семьюный пилот, 15-16-летний. Один из самых талантливых, подопечных Руслану Фатхудину. Но вот не повезло. Да, конечно, потерял больше всего Иван Твердохлебов. Но я думаю, что вот та блокировка во первом повороте дорогого стоила. Наверняка была вибрация, наверняка машина хуже поворачивала. И поэтому, собственно, сложно было здесь сражаться с соперниками Ивана Твердохлебова. Николай Карамышев на ваших экранах. Для Карамышева это уже 20-й подиум. Шестая победа в карьере в классе Туринг Лайт. Но у него было множество сильных выступлений в Туринге. В свое время он выигрывал. Есть европейский опыт, очень сильный пилот. Тимофей Буянов наконец-то приехал у нас на подиум. Гонщик из Нижнего Новгорода. Для него это второй подиум всего лишь в карьере в этом классе. Но в прошлом году как раз он свой подиум завоевал на Нижегородском кольце. Так что впервые за пределами родной Нижегородской земли здесь Тимофей смог оказаться на подиуме. Для Даниила Харушина это уже третья победа в карьере в этом классе. И восьмой подиум. Видим мы, что несмотря на холодную погоду, очень ветреную, на самом деле это больше похоже на осень. Причем не слишком раннюю, чем на лето. Довольно много у нас здесь есть зрителей. Кстати, обратите внимание, что и Харушина Антонов прорвались у нас также из глубины пилотона. А Никита Дубинин потерял больше всех в той контактной борьбе. Но отвечу, что в команде Алга Моторспорт очень часто сталкиваются друг с другом. Но это логично с одной стороны, потому что половина пилотона представители этой команды. Но с другой стороны надо быть поосторожным. Но я передаю слово Михаилу Коновалову. Итак, дорогие друзья, победитель в классе Туринг Лайт Николай Карамышев. Коля, как прошла гонка? Такая борьба интересная до последнего, в общем, до финиша, до самого там. Андрей пытался контратаковать везде, по-моему. Да, было борьбы много. Но довольно удачно удалось со старта прорваться вперед, вырваться третьим. Не попал, не взывал ни в какой. В принципе, гонкой доволен. Было много борьбы. Конечно, слипстрим здесь на этой трассе помогает. Я это видел, как Андрей накатывал на меня. И не дал ему этот шанс воспользоваться именно на выход уже в финишный поворот. А так все здорово. Команда провела большую работу. Мы молодцы. Ну да, с твоим опытом было бы глупо, да, проиграть с такой позиции. Ну, вчера у нас у всех казус произошел из-за того, что с резиной чуть-чуть неправильно поставили. Из-за этого всех наказали. Но ничего. Будем готовить сейчас к Нижнему Новгороду и посмотрим, что там будет. Ну, тем ценнее очки заработанные в этом заезде, я так понимаю, правильно? Ну, каждые очки это хорошо. То есть надо набирать как можно больше. Потому что этапов все меньше и меньше становится. Ну что ж, мы поздравляем Николая Карамышев. Первое место. Аплодисменты. Спасибо большое Николаю Карамышеву. Спасибо большое Михаилу Коновалову. Истающая черноземная команда в этом году у Академии Рали. Потому что Курск представляет у нас Николай Карамышев. И Орел Владимир Черевань также заехал в десятку. Передаю слово назад. Туда под подиум Михаилу Коновалову. Второе место. Андрей, на родной земле, ну, чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть сегодня. Да, на самом деле, Николай, видимо, хорошо, лучше сохранил шины, чем я. И он ехал в слепстриме, догонял меня постоянно. Ну, и в принципе, все было нормально. Если бы не желтые флаги на обоих прямяках. Из-за этого я не смог контратаковать. Потому что атаковать можно только в конце прямой. Поэтому Николай молодец, заслуженная победа. Я чуть-чуть неправильно с машиной сработал. Ну, и не повезло на последних кругах. Вот. Конечно, ну, в определенном смысле разочаровывающий результат для меня. Но, с другой стороны, я прорвался с 10-го места, и тоже хорошо, так что... Ну да, и хорошие очки заработал. В принципе, чемпионат еще не кончился. Ну, особенно со вчерашним нулем мне уже ничего не поможет. Не, ну вчера не только у тебя был ноль, а у большинства вчера был ноль. Да, ну я еще первый этап пропустил, а я же не сначала еду, так что... Не, ну бороться надо, все равно не бросай, пожалуйста. Питер тебя поддержит. Я буду бороться в каждой гонке, в каждой квалификации. Итак, Андрей Петухов, второе место, Санкт-Петербург. Аплодисменты. Спасибо большое. Да, действительно, я начал говорить, но меня отвлекли пилоты о том, что если Андрей Петухов присоединился к нашим пилотам только в Казани, то вот его напарник по команде Симонов на Volkswagen выступал в Сочи. И выступал здорово, и, собственно, был одним из лидеров чемпионата после Сочи наряду с Артемом Фридманом. И, собственно, именно поэтому у нас Михаил продолжает борьбу за титул. Мы видели, что, да, Карамашев от него после этого этапа несколько отрывается. Егор Санин очень высоко, хотя Егор тоже пропускал первый этап. Я думаю, что Андрей Петухов также был бы близок к лидерам, если бы не вчерашняя квалификация. Возвращаю слово Михаилу к навалу. Итак, что особенно приятно на третьем месте, также питерский гонщик Станислав Новиков. Стас, с 13-го места прорыв немножко помог. Сейфти-кар. Это что повлияло так? Наша питерская холодная погода, наверное, нет? Очень крутой старт был. Я не знаю, я так в жизни никогда не стартовал. Просто как из рогатки вылетел. И все, не знаю, человек пять, наверное, обогнал до первого поворота. Ну, я думаю, это папа, наверное, тут приехавший к тебе, наверное, сказал, что если не приедешь на подиум, я тебе ремня дам, нет? Нет, он так и не говорил. Спасибо родителям, что приехали. Спасибо супруге, меня поддерживает постоянно. Вот, спасибо всем болельщикам, кто приехал. Очень приятно. Хоть я не люблю домашние этапы, потому что дополнительная нагрузка, гости отвлекает, но эта гонка просто нереальная какая-то была. Ну, что ж, мы тебя поздравляем. Беги на подиум. Станислав Новиков, третье место. Город Санкт-Петербург. Второй подиум для Стаса Новикова в Туринглайте. На самом деле, пока все очень здорово, потому что, да, первый этап в Сочи Стас ехал, по сути, на машине класса С-1600, просто на слике, и там было очень тяжело. Но вот на этой полуторалитровой Ауди пока четыре гонки, из них два подиума. И также отмечу, что вчерашнего мы можем забыть, потому что была дискалификация. Из тех трех гонок, где в итоге его результаты, я надеюсь, будут зачтены пока две трети на подиуме. Ну, а у нас следующее интервью. Итак, Данил Хорошун, победитель в классе 1600. Как оно прошло? Борьба жуткая, по-моему, опять у вас. Да, борьба была, как и вчера, очень прям серьезная, особенно он с тем господином. Вот, главное, что было все в рамках правил, было очень увлекательно. Вот, немножко поминались, ну, класс позволяет, поэтому, почему бы и нет. Вот, но, мне кажется, самый большой герой этой гонки, это вот она, потому что выдержать два перекрута и еще выиграть при этом гонку, ну... Ну, то есть это команда, которая подготовила надежные автомобили, которые мы, конечно же, благодарим так же, правильно? Да, команду я поблагодарю вторыми, потому что ребята подготовили два космолета, которые рвали все, что видели. Вот, поэтому сложно было, на самом деле, таких результатов не добиться. Так что две гонки за Румас Рейсинг. Поздравляю вас, ребята. Это был Даня Хорошун, и ему пора на подиум. Коллеги. Спасибо большое Данилу Хорошуну. Румас Рейсинг, Тверской коллектив. Когда едешь всегда в Санкт-Петербург на автомобиле, всегда проезжаешь базу Румас Рейсинг, их картодром, он расположен прямо на объездной дороге Твери. Сейчас, когда построят скоростную трассу мимо Твери, мы уже не будем ехать мимо этой базы, но всегда, в общем, очень гостеприимное место, проводятся там и картинговые турниры. Если вы вдруг едете в петербург на машине, рекомендую попробовать себя в карте в Твери. Очень интересная конфигурация всегда там у них, причем в летнее время и под крышей часть трассы и на улице и остальной. Дор-аутдор смес. Смешанная конфигурация. У нас начинается церемония награждения в классе Туринг Лайт. И отвечу я, что Стас Новиков у нас из города Санкт-Петербург, но заявлен он как именно Ленинградский пилот из Ленинградской области. И это, собственно, особенно ценно, потому что второе место в классе автомобилей Туринг Лайт. А именно в этом классе сражались у нас пилоты в Санкт-Петербург, который представляет гоночную команду Брагин Рейсинг Тим. Но сам Андрей Петухов в Питерский Санкт-Петербург в северную гору Санкт-Петербург чемпиона мира по автомобильным гонкам Алексея Басова. Алексей Басов, который также выступал и в классе Туринг Лайт и добивался здесь весьма неплохих результатов. Все Басовы здесь три подиума, и как раз с ним сравнялся Андрей Петухов. Золотую награду за вторую решающую гонку этого этапа Николай Крамышева это юбилейный двадцатый подиум. И на самом деле там не так и далеко с Тротогей Радышного или до других заседатых в северном классе, которые в долгие годы выступали здесь. Тот же Андрей Семастянов на двадцатый подиум. Но что ж, благодаря хорошему выступлению Симонова и Петухова Брагин Рейсинг Тим забирает командную кубок. Вчера они получили кубок за первое-второе место. Сразу все гоночные династии Симоновых и Максима Михаиловы выходят для того, что сразу два Симонова у нас здесь. И Миша и Максим, его отец, Максим Симонов, который выступал у нас в классе Суперпродакшн. Пять побед, одиннадцать полков, бронзовая награда по итогам одного из сезонов. Очень жалко, что этого гонщика мы не видим за рулем его Лады Гранты Кап, потому что Миша уже вырос и вполне себе работает Дмитрий Брагин. Он только как его подопечник, в общем, Саратик, помогает ему в тренерской работе и в организаторской работе. Всегда буквально ходит тенью за Брагином и помогает. Михаил сдался. Знаете, когда в Казани вот так же встал Симонов и его облили там, то потом один из детей уже на награждение класса Северпродакшн встал так же и попросил, чтобы его души Шампанского обдали души Шампанского наши пилоты. У нас процедура на трендсентре продолжается, потому что в этом объединённом в заезде были такие же точно, может быть, даже чуть более азартные участники и участники именно по этому автомобилю в запасе вынужден был прерывать пару раз проведение гоночного заезда. Возможно, Миша мог бы и свою папу тренировать и быть его споттером в ушах во время гонок класса Суперпродакшн было бы здорово. Третье место. У нас награждение категория С-1600. Тимофей Буянов город Нижний Новгород. Очень важно для Тимофея, что первый подиум за пределами Нижегородской земли. Да, он потрясающе знает свою трассу. Он очень хорош в гоноке и заслуженный наградный руководитель Дмитрий Лебедев один из лучших пилотов из Нижнего. Мы знаем Лебедева по выступлениям в СМП РСКГ за рулем Субару БРЗ за рулем Супра в этом году. Но в Нижнем традиционно Лебедев выступал именно на переднем приводе на восьмерке затем на Калини. Поэтому, конечно же, все секреты своему подопечному может рассказать. Артем Антонов второе место. Очень хорошее выступление для смоленского пилота. Алексей Басов Ну и было бы обидно, если бы столица нашей Родины Москва осталась без награды. Для Артема Антонов это девятый против в классе на больше чемпион прошлого года. Становится Даниил Хорошун гоночный галант на самом деле Хорошун, конечно, был одним из фаворитов второго класса. Он говорил мне перед началом сезона, что цель это текна и ничего кроме титула. И, собственно, остался на еще один год в С-1600, чтобы взять титул и затем скорее всего переходить в вторый клайд. и масса технических проблем, неудач в Сочи, в Казани, просто катастрофический этап для Румус Рейсинг в Торстане. И, конечно, очень много очков потеряно, учитывая, что Артема Антонов очень надежно проводит сезон. Эта победа, конечно, для Хорошуна важна. Вчера второе место тоже важно, потому что, напомню, вчера 23 баллы за победу получали. За второе место получали пилоты 30 за победу, по сути, вчерашнее второе место чуть-чуть меньше, чем сегодняшняя победа. Сегодня 25 баллов Даниил получил, плюс сильная квалификация, так что, конечно, питерский этап весьма и весьма успешен для гонщиков Румус Рейсинг. Ну и лучшие моменты этого заезда, первого заезда сегодняшнего дня. старт, очень здорово реализовали первый ряд стартового поля у нас Иван Твердохлебов, а вот Алексея Савина развернули, честно говоря, белорусскому гонщику крайне не ведет в этом сезоне и разворачивали его на Казани ринге и в Сочи были его контакты с Артемом Фридманом. Скорость у него, его атмосфера на Вассоляресе есть, но, к сожалению, пилоты, соперники бывают слишком жесткими с нашим белорусским пилотом. Иван Твердохлебов перетормаживает уже на втором круге и затем теряет на этом много позиций, но все-таки хоть мент Ваня смог темп взять под контроль, наравнизовал ситуацию и стал отыгрываться. Так что тоже гонка, наверное, с одной стороны разочаровываяся, с другой стороны важный опыт получил. Момент, когда он пугал меня здесь несколько Егор Станин на четвертом повороте. В ключевой момент гонки борьба за лидерство с пуском в горке третьего сектора широко здесь и в итоге проходит это Карамыш. Ну и посмотрите, как здесь жесткая борьба была между Хорошуном и Артемом Антоновым. Также здесь на спуске третьего сектора и проснился Буянов. Ох, 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 друзья мои, вот что было с Лобачевым. Срезаны шпильки. Это прямо проблема настоящая у Солярисов, потому что на полном тренировке такая ситуация возникла у как раз таки Артема Антоновым. Правда, левая передняка здесь правая передняка у молодого подопечного Рустама Фуддинова. Здесь Андрей Петухов, но и Стас Томберг может быть не только себя, если бы не эти штрафные позиции за красный флаг тренировки. За игнорирование красного флага вполне, я думаю, мод бы успеть обогнать соперников и убедить. Ну а это лидеры класса SMP GT4 Russia. Следующий заезд сегодняшнего дня гонка суперкаров. Старт по итогам вчерашней гонки. Потрясающая борьба нас ждет. Никуда не уходите. До встречи на гонках. Редактор субтитров А.Семкин